Маттео Дармиян В 2000 году Маттео был принят в молодежную систему Милана. Свой дебют за Россонери он отметил 28 ноября 2006 года в возрасте 16 лет. Подавал очень большие надежды. 17 июля 2009 года он был отдан в аренду в клуб серии «Б» по долу. Арендный контракт длился до сезона 2009-2010. Дебют за клуб состоялся 29 ноября в поединке против Виченце. В цветах новой команды он вышел на поле 20 раз и забил один гол. 11 июля 2010 года Маттео Дармиян переходит в Палермо. Начал сезон Маттео в тренировочном лагере в Австрии. Сумма сделки составила 800 тысяч евро. В клубе он дебютировал 16 сентября 2010 года. Матчи Лиги Европы против Спарта из Праги. Сезон Маттео завершит 16 матчами в активе. А в июле 2011 года Маттео был передан на арендных условиях в Торино. 21 июня 2012 клуб выкупил половину прав на игрока у Милана. Подъем в его карьере начался после выкупа Торино половину прав. Он стал регулярно играть при Вентуре по тактике 3-5-2, где ему была уготована роль латераля. Он способен великолепно обороняться и взрывать фланг при атаке. Его кроссы великолепны, неважно с какой ноги он их выполняет. Дармиян левша, но он делает перепочтение правому флангу защиты, поэтому это делает его универсальным защитником, ведь он способен закрывать всю бровку, как настоящий латераль. Еще год назад скажите, что я буду играть на чемпионате мира в стартовом составе против англичан. Я бы не поверил. Маттео Дармиян после выигранного матча с Англией. Дармиян был неотъемлемой частью всех молодежных команд Италии. Франдейли слышал про него. Ведь тренеры молодежки не раз рассказывали про молодого, выносливого и тактически грамотного латераля. А стоило Франдейли посетить матч Торино, то в глаза сразу бросилась та уверенность и футбольная наглость, с которой Маттео отбирал мяч и несся по всему флангу. Франдейли врывался в штрафную и выполнял кросс, который заканчивался голом. Глядя на его игру, сразу покупает то, что в любой атаке он всегда предлагает себя. Как будто первая или девяностая минута. Он способен быстро набирать скорость, и не каждый игрок его сможет сразу установить. К примеру, Бейнс не всегда успевал его даже догнать. Про отбор вообще остается молчать. Так как он левша, когда оппонент не пускает его на фланг, он может спокойно сместиться и закончить атаку ударом. Да, головку он забил с таким приемом мало. Но часто после его ударов вратари не могли фиксировать сразу мяч. И наступало время нападающих, которые всегда караулят такие моменты. Сам Дермиан довольно специфичный футболист для сборной Италии. Да, он способен делать навес из двух ног, такое мало кто может. Но его фирменный номер, замах и уход влево, подача. Дело специфичности именно подача. Ведь многие вратари все время готовятся, тренируются и отрабатывают футбольные моменты и ситуации. С левого фланга подача от вратаря аналогично и на другом фланге. Исключение подачи с углового. Так вот, когда Матео убирает мяч под левую, делает подачу, казалось, к вратарю. Так у того начинается паника. Он элементарно не знает, что делать. Выходить или оставаться на ленточке. И это работает. Вспомним чемпионат мира и матч с англичанами. Гол Балатея. Дермиан в очередной раз несется по правой бровке. Бэйнс летит догонять. Замах и уход в сторону. Защитник англичан уже пролетел момент. Идет подача к вратарю. Никто не готов. Вратарь застыл в полупозиции. Защитник запустил себе за спину форварда. Гол. Молодому Дермиану. Скорее всего при прогрессе в игре осталось немного играть за Торино. Предложение, я думаю, есть и сейчас. В самой Италии многим грандам просто необходимо менять платераль. Но лучшим вариантом для него видится Европа. Уже сейчас есть ПСЖ, которым необходимо менять фланги. А при схеме Лорана Блана, где фланговые защитники это нечто большее, самый лучший вариант для него. А мы пожелаем удачи Матеу. И самое главное, смотрите футбол. Любите футбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова КОНЕЦ